Итак, всем привет, с вами ДубГ. Продолжаем мы играть за Пруссию в мод про 1070 год. В прошлой серии мы ничего такого особого не делали, подстроили промышленность, посмотрели какие тут есть технологии, фокусы, куда мы пойдем. В этой мы уже, я думаю, сделаем себе хорошую армию и потихоньку начнем двигаться к формированию Великой Пруссии, а затем и Германии. Поехали! И тут потихоньку идет война с Швецией, с Россией, ну и с Речью Посполитой, но тут фронт, конечно, намного проще и меньше, чем здесь с Россией. Так, умер Карл II в Испании, и у нас, как я понял, папа римский сменился, ну окей. Это мне не сильно интересно, а мне больше интереснее, кто здесь победит, и смогут ли стрельцы вот эти вот пропасть к моменту до поражения какой-то из сторон. И еще мне что интересно, это насколько здесь до конца, так сказать, идут войны. Есть ли здесь какое-то скриптовое их завершение ивентами или нет? Потому что если вот Гритвард редакс, который я недавно играл, там, да? Тип-второй стал королем Испании. Ну, что ж, окей. То тут что? Потом будет просто мирная конференция? Может, если да, то это не так интересно, потому что в эти времена державы не были захвачены полностью. Более-менее справедливо, ну как относительно, конечно, с ними поступали. То есть Россия вот это вот не захватит здесь всю Швецию. Да, в отличие от, условно говоря, того, что во Второй мировой полностью страны под контроль переходили, и вот это все. Ну, сейчас узнаем. Либо не сейчас, либо через какое-то время. А еще мы давайте начнем потихоньку качать колонизацию. Почему бы нет? Можем какие-то колонии тоже выйти. Было бы забавно. Все равно у нас четыре очаги исследований. Мы новую вот это получили. Можно, в принципе, сюда потратить одну, потому что промышленность мы все одно одновременно качаем, выкачиваем плотно, пока очень долго не нужно будет. Только вот артиллерия, пехота, кавалерий здесь техов пока нет, я так понял. Исходя из этого вот описания архетипов, то есть здесь какая-то разная кавалерия в теории, возможно, будет в будущем. Здесь тоже качать все нескоро надо. И здесь тоже, так что, ну, у нас есть на это ресурсы. Расшифровали мы Австрию и, наконец-таки, получили информацию, сколько там заводов. И, блин, она сильна, она сильна по сравнению с нами. Я думаю, мы Бородинбург застроим фабриками, а потом, наверное, и начнем строить уже военные заводы, посмотрим. Кроме того, я думаю, стоит нам уменьшить призыв. Но сделаем мы это сразу же, как возьмем вот этот фокус, потому что, видите, здесь 5 ТНП за 5 населения. Здесь у нас 10 ТНП за 5 населения. То есть мы можем отсюда вот уменьшиться, но все еще получить 2,5 населения. Так что это нормально, я думаю. Более того, мы можем уже поставить себе вартаксы. Это типа военная экономика. Можем поставить, значит, ставим, почему бы нет. И строимся теперь еще больше. Давайте-ка, смотрите, дадим мы всем кучу популярности, но получим по 0,5 стабильности. В неделю у нас куча популярности нашей партии, так что мы можем себе, я думаю, это позволить. В принципе, вот эта вот интересная система, которую вы используете в свою политическую власть, которую получаете вот за популярность, чтобы давать другим фракциям популярность и ее на что-то тратить. В принципе, выглядит неплохо. А в Османах восстания, я так понимаю, ЮНИЧАР? Да, проходит. Интересно. Ну, судя по всему, они победят. Я не вижу... Ладно, я не вижу у них возможности проиграть по текущим их продвижениям. В теории, если там несколько раз меньше заводов, то они и могут проиграть. У меня этой информации, к сожалению, нет. И потихоньку мы сейчас будем получать нашу прекрасную прусскую армию. Конечно, бафы, которые издаются нам, просто безумные. А теперь Великий Альянс атакует Пролевство Бурбонов. Это, так понимаю, вот сюда. Англия, Австрия объявила войну Франции и Испании. Ну, здесь еще Нидерланды. Ну, мне что-то подсказывает, что вот эти страны все-таки посильнее вот этих. Но я могу быть неправ. Возможно, хотя... О, я получил некоторую информацию. Смотрите. Австрия точно сильнее Франции. Англия, возможно, тоже не слаба. Кроме того, у них уж, наверное, какие-то там колонии есть. Ага. Тут еще здесь колонии. Опять же вопрос, насколько там много промышленности. Если бы я мог видеть, я бы сказал. В целом, на самом деле, шансы неплохие у них. Тут, тем более, видите, здесь Бавария сейчас сидят очень быстро. Шансы неплохие. Ну, у Франции огромная армия, кстати. Скоро увидим. Еще я в Польшу также разведку закинул. Ну, Польша слаба. Польша слаба. Конечно, чуть побольше нас, но не слишком. Мы, в принципе, перескейлим скоро. И все не так просто оказалось. Точнее, я бы сказал, еще сложнее. Во-первых, Франция высадилась в Англии, а Англия высадилась во Франции. А во-вторых, в Австрии восстание. Слушайте, ну, французы как будто точно победят. Но все еще не точно, на самом деле. Что, видите, здесь-здесь-здесь-то продвигаются во французов. Здесь Англия может защититься, а здесь Австрия сейчас перебросит обратно войск к Ауди, в принципе. Особо их некуда кидать. И она захватит Вентурию. Ситуация, я бы сказал, очень равная. И, как я и говорил, мы себе уменьшаем призыв. Все еще, у нас видите, венпавер повышается. Но ТНП остался на том же уровне, и это хорошо. Мы все заводики подстраиваем. Пока что гражданские. В Франции там еще кому-то объявил войну с Саввоя. Ну да, война становится все сложнее. И в Францию выбрасывают из Англии. А вот это уже неприятно для французов. Вонос к кавалерии, но кавалерии, по-моему, у меня и нету. Никакой. Давайте вот это возьмем, кстати говоря. Нам дороги пригодятся. Это красная инфраструктура. И да, французы как будто начали проигрывать. Здесь, видите, их выдавили сильнее. Из Англии их выдавливают. Англия сама высаживается. И здесь у них нету продвижения. Но ситуация все еще такая. Вязкая, вязкая. И здесь тоже самое. Здесь тоже нет никаких изменений. Стрельцы все еще есть. Минус. Здесь есть еще плюс бафы к атаке. Но вот видите, Шрица не рационально использует свои силы. Она очень растянулась здесь. Здесь снабжение. И не пытается пробиться здесь, там, где снабжение есть. Мы, я думаю, используя вот этот баф на 100%, который мы получили сейчас по фокусу, возьмем вот это. Не уверен я, насколько здесь сильнее. Мне приходится прям присматриваться. Но вроде как сильнее. Вроде как в полтора раза сильнее примерно. Так что почему бы не взять. Единственное supply consumption увеличивается. Это потребление припасов. У нас потом будет здесь вот теха, которая это уменьшит. Так что мы это можем потерпеть. Ой, смотрите-ка. Мы можем, если мы будем в войне с Францией, мы можем попробовать войти в этот альянс. Но я просто не знаю. По-моему, мне кажется, что просто тоже участвовал в этой войне. Но я не уверен. Но мне надо сначала воевать, и потом войти в этот альянс. Я не очень уверен, как бы я мог воевать с Францией за Пруссию здесь. Только если бы я спидрайнил какую-нибудь Германию, наверное, вот сюда, тогда может быть. Тут еще с Лоррейном война. Смотрите, опять-таки. Теперь Франция выкинула англичан. Но все они теперь в Испанию всаживаются. И здесь тоже обратно. Лоррейна они захватили. Совой они захватили. У Австрии проблемы. Блин, война просто сюда ходит. И это интересно наблюдать. Кстати говоря, странно вот эти вот французские. Ага, вот с кем я бы мог, кстати говоря, повоевать. Да? Я могу просто делать казус, блин, у них. Швейк, Тюринге. Есть ли у меня что-то здесь? Давайте поищем. Ну вот в ближайших, наверное, даже и нет. Вот, вот, слушайте. Вот, мы можем вступить в тот или другой альянс. Давайте попробуем. Хотел бы сказать я, но наша армия еще далека очень от готовности. Да, у нас уже вот эта армия очень сильна. И будет сильнее, когда мы еще докачаем вот здесь вот все. Да? Она будет тогда вообще безумно сильной. Но я бы вот именно хотел сначала все это докачать. И только потом уже думать, что делать дальше. Артиллерию, кстати говоря, качаем. И давайте-ка, я бы хотел вот сюда потратить, наверное, апгрейд артиллерии. Давайте точно вот это возьмем сами. Вот это я хотел бы еще взять до фокуса. Считательно, мы не берем сейчас артиллерию. А идем вот сюда. Голландское правительство обиляет банкротство? Ого. Это выглядит очень грустно для них. Это выглядит очень-очень грустно. И смотрите-ка, ну... Нормальные шансы у французов тоже. Короче, да, мы реформируем нашу армию. И затем идем попробовать помочь, наверное, Австрии. И опять же, смотрите. А насколько нам выгодно помогать Австрии? Австрия — это наш соперник в Германии, верно? Если мы поможем Франции, у нас угроз что? Вот это вот. То есть мы можем помочь Австрии, чтобы заходить в эти территории. Либо помочь Франции, чтобы сдвинуть Австрию. И, ну, Австрия... Ну, тут тоже такой момент, что мы вряд ли сможем прям пробиться сквозь Австрию. А вот этих минорчиков, я думаю, мы сможем есть. Так что, наверное, нам стоит все-таки выступить за Австрию. То есть мы можем пробиться вот здесь вот. Потому что мы это будем эффективнее, чем Юшка здесь воевать. И мы сможем побыстрее в помощь Австрии передвинуть войска сюда. Получим вот эти территории за это. В теории. Я не знаю, может, мы ничего не получим, а только нуждут 10 политки за это все. Но мы хотя бы погащаем генералов, так что нормально. Оба-на, смерть. Вильгельма третьего оранжевого. Или апельсина? Лимона? Апельсина. Смотрите-ка, мы можем на Нидерланды лаймы повесить. Давайте на всякий случай сделаем вот так сразу. Вот так. Вот так. Бау. Давайте-ка вы сюда, да? Сразу. И, ну что ж, конечно, справедливый у нас претензий на тролл. Почему бы нет? И я думаю, на этом уже пора заканчить постройку гражданских заводов. Давайте вот эти только достроим. А затем поедут уже у нас военные. И тут какой-то парень сам взял и захватил этих миноров. В итоге мы... Так и ничего здесь не можем получить, я думаю, от... Французской лиги, да? Только от Астрийской. Ну и мы отправили там претензии на Голландию, но нам ничего не ответили, судя по всему. Ну да. Среди, как сфера получили, они баф себе на защиту. Очень приятный. Пока что... Тут ничего такого особо нету. Ну да, Франции... Опять есть шансы. Теперь французы впереди. Хотя их и здесь контратакуют, но с бафом... Смотрите, нет, баф упав уже на Нидерландов. Да, теперь Нидерланды нормально могут держаться. Но опять же, если они воюют вот здесь вот, аишка наверняка... Вот здесь вот, видите, какое-то окружение произошло, наверняка начнет действовать неэффективно. Блин, классный баф нам дал фокус. Или 100% скорость исследований. Ребята, это не тот. За что? Вот. Я должен был это исследовать, я так понимаю, либо бесплатно, либо быстрее. О, что-то это не проработано. Таки, достаточно давно уже не так работают доктрины. Война становится все жестче и жестче. Франция воюет теперь с еще большим количеством немцев. Но, но успешно. Но опять-таки, туда-сюда, туда-сюда. Вот сейчас она вошла в Нидерланды, но видите, она окружила здесь какие-то дивизии, видимо. Да, их ликвидируют. Если она сможет здесь победить, то здесь уже будет намного проще. Ага, теперь еще Арагон открывался от Испании. Да, ситуация очень сложная. Наверное, в истории так и было. И венгры контратакуют, они взяли Вену. Венгры сейчас Австрию пробьют и захватят все. Завтра-то, я думаю, все закончится очень просто и быстро. Ох, а вы... Вече Посполитой и Краснодарской войны началась. Блин, слева и справа находятся огромные конфликты, в которых мы пока что не участвуем. Пока что. И вот вопрос, где нам выгоднее будет поучаствовать? Вопрос сложный. Пока что нам не нужно об этом прям сильно думать. У нас есть что качать здесь, да? Мы здесь пока прокачиваем нашу армию очень жестко. Вот здесь только вот этот бонус. 25% планирования, это много. Это 25% статов. Плюс скорость, плюс 0,5 командных этих вот очков и максимум плюс 25. Тоже это все безумно. И здесь тоже все безумно. Настакивать это все просто в какую-то сильнейшую военную машину. И как я и говорил, поставим госпитали. Нужно нам еще дополнительные поддержки попроизводить. Но мы еще дойдем оттуда военными заводами. Так что нормально. Строем мы все-таки достаточно быстро уже. У нас 20 на время на фабрик что-то делают. Это приятнее, чем наши стартовые там буквально что? 4 было. И смотрите, у нас приглашение. Теперь, да. Дождались мы, как кто-то нас сам позовет. Решили мы сами не вступать никуда. Можно даже поискать, есть это фокус или это просто решение такое было. Давайте-ка. А, хотя я даже сразу вижу. Вот. Да, это оно и есть. Это, видите, они призывают потихоньку всякие страны. Вот здесь, вот, видимо, они начали войну. И вот у них вариант есть позвать Пруссию. И сложное очень решение. Потому что, с одной стороны, да, я бы хотел повоевать. Здесь много стран. Шансы хорошие. Видите, Рагон вообще взял Испанию и закатал. Тут еще Португалия придет. Шансы хорошие. Но здесь написано прибыльный выбор. Чем он прибыльный? Что именно я получу от этой войны? Я не знаю. От Франции, от Нидерландов, что я могу получить. Точнее, даже не Нидерландов. Нидерланды на нашей стороне, как бы, да. Вот эти вот. Есть испанские Нидерланды. Что я получу от вот этих вот синеньких ребят всех, да. В теории здесь территории могу, которые были захвачены, да. Но это не точно. В общем-то, вопрос большой. Наверное, я все-таки присоединюсь. Потому что здесь это просто отказ. И я не думаю, что Франция меня сможет позвать. Я вижу здесь. Франция может позвать Португалию. Португалию? Ну-ка. Но Пруссии здесь нету. Даже давайте так. Пруссии здесь нету. Франция нас не может позвать. То есть мы... Это игнорирует конфликт. Это войти на стороне Англии. Скорее всего, я выйду на стороне Англии тогда. Но, ребята, это все пройдет в следующей серии. А это мы заканчиваем. С вами был Дубгей. Подписывайтесь на канал, если еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии. Все как обычно. До скорых встреч. Пока.